Весеннее настроение, несмотря на переменчивость погоды, все же устойчиво охватил город. Вдохновение буквально витает в воздухе и кажется, что за каждым поворотом вас ждет что-то новое и интересное. Как раз о новом и интересном в ближайшее время расскажем мы ведущие программы «Калейдоскоп» Ирина Ковалева и Марина Комиссарова. Здравствуйте! Рождество, Крещение, Пасха – эти праздники в жизни каждого верующего человека занимают особое место. Вдохновленные Таинством Светлого Воскресения воспитанники студии «Калибри» решили воплотить на своих картинах самые важные для православных людей праздники. Как это у них получилось, об этом мы расскажем в следующем сюжете. Вот уже 15-й год в творческой студии «Калибри» неустанно кипит работа. Юные художники растут под руководством опытных педагогов, которые преподают своим воспитанникам не только основы живописи и графики. Здесь юным творцам и создателям объясняют ни много ни мало основы устройства мира и наглядно демонстрируют, как он прекрасен. Маленьких художников учат добру и красоте, причем прежде всего красоту преподаватели «Калибри» воспитывают в юных сердцах. Это и есть залог художественного видения. Примером моим словам послужит выставка «Светлые праздники», которую открыли в студии на прошлой неделе. Сегодня мы открываем удивительную выставку, которая называется «Светлые праздники». Чем удивительна эта выставка? Посвящена она праздникам православным. Всегда на Руси это были самые главные дни. Даже календарь жизни обычного человека именно соизмерялся с этими праздниками. В эти дни, наверное, каждый человек чувствовал что-то особенное, даже, я бы сказала, таинственное, приходит в нашу жизнь. И все будничное, оно как будто бы исчезает. И вот эти люди, уставшие, когда приходят в храм, они объединяются, наверное, какой-то всеобщей радостью, всеобщей любовью. Задание, которое получили дети на этот раз – почувствовать праздник, проникнуться им и попробовать изобразить на бумаге. Названия у этих праздников какие-то особенные. Ведение во храм, Рождество, Богоявление, Сретение, Преображение, Яблочный Спас, Пасха, Воскресение Божие. То есть в этих названиях звучит тоже какая-то тайна, какое-то торжество необыкновенное. Испокон веков храмы строили лучшие зодчие и архитекторы, потому что эти места почитались особо. За основу своих работ каждый из юных художников взял один из храмов. Вдохновлялись фотографиями и рассказами преподавателей. Дети взяли храмы, фотографии храмов, самых лучших храмов России. У нас не стояла задача просто перерисовать и исторически повторить точные детали этого храма. Нет, мы предоставили им немножко некую свободу. Они взяли любой большой праздник и к нему подбирали храм. Потому что у каждого праздника тоже есть свои символы, свой образ, свое настроение, даже свой цвет. И вот дети попробовали как-то связать храм, который они видят, с тем праздником, который они собираются нарисовать. И, наверное, кроме храма они добавляли еще то, что невидимое приходит в нашу жизнь. Это ангелы, это райские птицы, цветы. И если это яблочный спас, там появлялись у нас и яблони, и пчелы, и пасечники даже. То есть все, что угодно могло добавить в эту работу, чтобы передать образ этого праздника. На каждой картине мы видим два мира – явь и навь. Мир вещественный, привычный нашему глазу, к примеру, прорыв и купающиеся в ней на крещении люди. И мир духовный – ангелы, укрепляющие дух верующих. В каждом этой работе вы увидите проявление и души нашего маленького художника. Потому что то, чем мы занимаемся с детьми, творчество, это тоже роднит нас, наверное, с Богом, с божественным началом. Говорят, что человек создан по образу и подобию. Это же не о внешности, а именно о творческом начале. То есть мы тоже такие маленькие созидатели и создаем какой-то свой добрый, красивый и неповторимый мир. Как воспитанники студии изобразили светлые праздники, вы можете увидеть своими глазами в студии. У этих ребят действительно есть чему поучиться и нам, взрослым. В преддверии празднования 70-летия Победы в Рязани готовятся самые различные мероприятия. Наша съемочная группа побывала в Музее истории молодежного движения, где показали и рассказали, как выглядела Рязань в годы Великой Отечественной войны. Знать, помнить, гордиться. Эти слова звучат в названии историко-документальной выставки из фондов музея. Мы предлагаем вам прикоснуться к страницам тех роковых лет вместе с нами. Город уже несколько месяцев живет подготовкой к событию, значение которого переоценить невозможно. 70 лет прошло с тех пор, как советские солдаты освободили нашу родину от гитлеровцев. События тех лет помним мы, потомки. И каждый старается по-своему почтить память героев. В Музее истории молодежного движения уже состоялось открытие ряда выставок, приуроченных к празднику. На днях открыли еще одну с названием «Рязань 1941-1945. Знать, помнить, гордиться». Данная выставка является совместной выставкой. Здесь представлены не только материалы из фондов нашего музея, но и из фондов Государственного архива Рязанской области и из музея истории ВДВ. На открытие выставки пришли люди, которые помнят события тех лет. Лев Дмитриевич был пятилетним ребенком, когда началась война. Первое о войне я услышал от почтальона. Посмотренный день. Жили мы на улице Яхонтовой, тут рядом. Вот. Услышал я от почтальона. И очень важный эпизод. Я приболел и иду в поликлинику детскую. И она была в 19-й школе. Представляете? И я там слышу, врач и медсестра зачитывают эпизоды. В Ленинграде слона убили. Вот это так в память врезали. Ну вот первые дни войны. Первые дни войны. В Ленинграде убили слона. Инстанции. Это она газеты читает, а я пятилетний слушаю. Из фондов музея на выставке представлены документы, рассказывающие о том, как жили и работали рязанцы. Заводы выпускали снаряды, колхозники обеспечивали хлебом фронт и тыл. Учителя продолжали вести уроки. Дети не только ходили в школу, но и посещали кружки во дворце детского творчества. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. Три года он прожил на свете, а что узнал и принес? При нем избу его спалили. Угнали маму со двора, и в нас в их выродной могиле лежит убитая сестра. Не выпускаем, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь пролитую в поповке и за ребенку на снегу. Еще чего. Помню, куда бомба в Рязани попала, как складывалась обстановка бомбежки, совершенно невероятно. Первый, до конца года, 41-го, мы ничего, только по радио объявили, выйти на улицу, выходишь на улицу, и никаких. Во время Сталинградской битвы уже стали слышно, снаряды разрывались. В смысле, зенитка появилась в Рязани. Это уже 42-й год, заметьте. Эвакуация первая, Заку, как это называется, Дубровище, Дубровище, а потом вторая эвакуация. А что такое, на лыжи становимся, АКА встала, и мы пешочком скраб, весь, часть вещей зарыли в сарай, и видим, что это было не ценно, а там цены были. Вот, мы уезжаем, а в тот же раз я в Рубцове бывал, чуть погодя, там я капитально жил. И самое главное, в деревне жила тогда вот голода и какого-то несчастья огромного не испытывал. Немножко страшновато было, вот когда не выходить, выйти обязательно, чтобы не обваливался, и тебя не убил, убивал вот таким образом. Вот немножко было страшно. Государственный архив области представил уникальные фотографии об организации и работе госпиталей на территории Рязанской области. Только в Рязани было 24 госпиталя, но располагались они и в районах. До 80% раненых из рязанских госпиталей возвращались на фронт. Музей истории ВДВ представил материалы о работе пехотного училища в годы войны. Осенью 1942 года, например, командование училища получило задание подготовить полторы тысячи девушек-офицеров. Девушки из Москвы, Ленинграда, Ярославля, Горького, Рязани проходили здесь обучение и отправлялись на фронт. Кинок идет, воюет сгод, далекий год на пленке старой. Нелегкий путь еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары. Счастливый май, любимый край своих солдат, встречай скорее от ран обид. Выставка будет работать до 30 мая. Наступило то волшебное время, когда все вокруг готовится к бурному цветению. И, конечно же, нам, женщинам, очень важно расцветать в унисон с природой. В салоне красоты Кудри готовы помочь в этом стремлении даже самым взыскательным клиенткам. Вот уже три года в самом центре города открыты двери уютного и гостеприимного салона Кудри. Широкий спектр услуг от опытных специалистов-косметологов, парикмахеров, массажистов, мастеров маникюра и педикюра постоянно пополняются. Для того, чтобы представительницы прекрасного пола могли становиться еще прекраснее. В этот раз в салоне устроили настоящий праздник красоты. Сегодня мы решили сделать подарок нашим клиенткам в честь наступления весны, чтобы порадовать себя, так сказать, с пользой и выгодой для своей красоты. Мы решили провести День открытых дверей именно в формате мастер-классов, презентации новых услуг, не только скидки, но сегодня можно некоторые услуги попробовать вообще бесплатно, чтобы ощутить их пользу на себе и, ну, чтобы не было мучительно больно расставаться с деньгами и понимать действительно, что эффект от многих процедур есть. Сегодня мы презентуем весеннюю коллекцию дизайнов для ногтей. Это замечательные термопленки, то есть можно покорять буквально движением руки людей, и ваши ручки всегда будут безупречными. Я думаю, что любая даже самая застательная клиентка найдет на свое усмотрение то, что ей понравится. В суете будней каждый из нас необходимо расслабиться. Лучшим помощником в этом с давних пор служит массаж. В салоне кудри вам не только помогут отдохнуть, но и приведут в порядок вашу фигуру. Потом у нас открылся кабинет коррекции фигуры. Он уже работает в полноценном объеме. У нас и большой выбор аппаратных методик коррекции. Я думаю, что как раз это то, что актуально каждой женщине в весенний-летний период. Всем нам хочется быть встроенными, красивыми, ну и при этом не хочется тратить на это много времени и денег. МИО-стимулятор или гимнастика для ленивых. С помощью применения токов восстанавливается деятельность тканей и органов, утративших нормальную функцию. Иными словами, вы отдыхаете, ваши мышцы работают, а фигура подтягивается на глазах. Не менее эффективна прессотерапия. С помощью вот такого костюма лишняя жидкость выводится из организма за несколько сеансов. А вместе с жидкостью уходят и лишние сантиметры. Сегодня у нас проходит презентация новой линейки для ухода за волосами. Это экстренная реанимация волос Кернокс. И мы еще презентуем замечательную процедуру прикорневой объем буфан от Пол Митчел. Это замечательная вещь, которая позволяет буквально встать с подушки, практически с укладкой на голове. Сегодня в салоне Кудри проходит день бренда Игамания Professional Collection. Это профессиональные израильские продукты для волос. Без сульфатов, без парабенов, без силиконов. В состав продуктов входит большое количество масел, экстрактов, вытяжек трав, а также соли, венерал, мертвого моря. Сегодня в салоне Кудри также доступна новая процедура от Торгового дома Игамания. Это реанимация восстановления Кернокс, глубокое восстановление волос любой степени повреждения, проходящие в кортексе волоса, работающие за счет аминокислот. Закончить создание весеннего образа поможет опытный визажист. Макияж любой сложности от дневного до вечернего, практические советы и консультации, а также хорошее настроение. Все это можно получить в салоне Кудри. К тому же в честь весны запущен широкий спектр акций. И в планах проведение мини-дней открытых дверей. Не пропустите! Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых майских событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова